Эти юные шахматисты пока только учатся анализировать ситуацию и вырабатывать в уме беспроигрышные логические цепочки. И вполне возможно, сейчас мы показываем кого-то из будущих гроссмейстеров. Я сейчас выиграла. Шахматы, они просто хорошие. Хорошая игра. Я обожаю в шахматы играть, потому что они полезны и интересны. Я в школе начала ходить на шахматы и научилась детский мат ставить, просто мат. С какого времени отдать детей в шахматы – вопрос открытый. Уж слишком много нюансов. Можно сказать одно – шахматы создают прекрасный фундамент для дальнейшего развития ребенка. Во время игры малыш развивает логику и память, а также учится принимать самостоятельные решения. Так считают специалисты. Каждый ребенок – это индивидуальность. Это раз. Во-вторых, просто не каждый ребенок выдерживает нагрузку. Бывает так, ребенок начинает очень рано, подает надежды, но в какой-то момент он перегорает. Ему надоедают шахматы, он может бросить в любой момент. Участие в таких турнирах – это возможность не только получить удовольствие от побед, но и заложить фундамент для дальнейшей карьеры. Если, конечно, родители и юный шахматисты захотят выходить на профессиональный уровень. Подобные примеры есть и в Барнауле. Так, наш земляк – восходящая звезда российских шахмат. Без пяти минут гроссмейстер Алексей Сорокин получил приглашение переехать в США и учиться там в университете. Для алтайских шахмат это, безусловно, потеря. Но тренеры заверяют, что Алексей по-прежнему будет представлять Алтайский край и выступать за сборную России. Он вырос мастером спорта. Федерация очень много вкладывала в него средств. И отправляла на соревнования. И договаривались с тренерскими семинарами. И на гросшколу направляла. Ребенок вырос. Сейчас у нас появился новый мастер спорта. Буквально вчера Кардашевский Евгений выполнил звание мастера спорта России. Алексей обещал приехать в Барнауле летом на традиционный турнир Гран-при Кубок губернатора Алтайского края. А юные призеры сегодняшних соревнований получат право участвовать уже в чемпионате России, который пройдет в Костроме. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости.